И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обсуждению одной очень важной проблемы на сегодняшний день. И эта проблема связана с DDoS атаками, и сегодня я бы хотел бы максимально затронуть эту тему, которая на сегодняшний день, ну в моем понимании, наверное, полностью уничтожает нашу игру. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, и вы хотите, чтобы как можно быстрее все эти проблемы были в нашей игре решены, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же, не забывайте участвовать в розыгрышах, все ссылки по розыгрышам есть в описании. На сегодняшний момент времени, на момент утра 7 числа, 7 июня, наша игра уже не работает, но вне зависимости от того, работала бы она или нет, я сегодня планировал записать этот видеоролик, но в связи с тем, что игра не работает, наверное, это еще более актуальная тема, которая есть на сегодняшний день. Это проблема ДДОСа и проблема, которая уже больше года существует в нашей игре. И чем дольше она у нас копится, тем больше она собирает негативы от игроков, тем больше теряет проект и тем больше проблем у нас в целом становится. На сегодняшний день, на протяжении где-то последних двух недель, в активной основе, в где-то периодичности, где-то постоянстве, в нашей игре происходят ДДОС атаки, которые на сегодняшний момент времени даже нигде не афишируются и никто об этом со стороны разработчиков даже не выкатывает пост и не говорит. То есть, как будто в нашей игре нет никаких абсолютно проблем и как будто игра работает стабильно. Тут у меня появляются два вопроса. Либо же разработчики реально думают, что никто этого не видит и об этом говорить не нужно. Либо не хотят давать компенсацию. Либо же... Либо же я даже не знаю что. Либо же думают, что оно само все пройдет. Я уверен, что на сегодняшний момент Орех пытается решить эту проблему, но мне абсолютно непонятна позиция, почему до сих пор нет никакой абсолютной инфы по этому поводу. Есть проблема в решении. Это 100%. Но почему нельзя выкатить пост и сказать о том, что мы решаем проблему, есть проблемы с ДДОСом, о том, что все это видят и то, что будет компенсация игрокам. Ведь на сегодняшний день, в моем понимании, для удержания онлайна и спада негатива от игроков, самое важное, что есть, это рассказать о проблемах, которые и так игроки все видят, кто играет в игру. И постараться максимально загладить углы. Максимально объяснить игрокам, что это за проблема и как ее решают. И когда на протяжении двух недель у нас нет абсолютно никакой информации об этой проблеме, у меня возникает еще больше вопросов в голове. Почему все это дело происходит и почему никто до сих пор ничего об этом не говорит. И откровенно говоря, это только лишь накаляет обстановку и увеличивает количество негативных людей, которые сами не знают в чем проблема. Которые могут лишь черпать информацию из видеороликов, которые записывают ютуберы. Да, потому что здесь и так все, ну в моем понимании, очевидно. Дедосер уничтожает игру. Другими словами я сказать ничего не могу. Да, потому что это реально уничтожение. Больше года наносить убытки проекту это очень жестко. Да, и что самое жесткое, то что на протяжении всего этого года эта проблема до сих пор не решена. Да. И... Если это все так же продолжится, то я даже не знаю, к чему это может привести. Да. Потому что очевидно, с этими проблемами большое количество игроков начинает задумываться. Да, а тем более, когда об этих проблемах разработчики даже не говорят. И либо делают вид, либо реально думают, что эти проблемы сами решатся. То мне эта позиция абсолютно непонятна. И я, честно говоря, жду уже от разработчиков полного объяснения всей этой ситуации. И выдачи полноценной компенсации. Да, то есть я жду пост, в котором будет написано, что у нас в игре есть проблемы глобальные, которые решаются и пытаются решиться в максимально ближайшие сроки. И при этом за это все дело 100% в нашей игре будет компенсация. Именно этого я жду прямо сейчас от разработчиков. И надеюсь на то, что в скором времени все стабильно начнет работать. Я понимаю сложность этой проблемы. Я понимаю, насколько это тяжело на сегодняшний день. С теми ресурсами, которые есть у игры. Но в любом случае, в моем понимании, выкатить пост и объяснить ситуацию всем игрокам. Это первое, что должно быть в таких ситуациях. А не просто на протяжении двух недель у нас нету абсолютно никакой информации по ДДОСу игры. Это, честно говоря, грустно. Честно говоря, грустно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точкой зрения. Ну и я очень сильно надеюсь, что нам все это дело, конечно же, во-первых, компенсирует. Во-вторых, уже в ближайшее время все это дело решится. Поэтому обязательно поддержите данный видос лайком. Дабы все проблемы были решены. Дабы мы максимально подняли эту тему в рамках видеоролика и продвинули этот видеоролик. Подписывайтесь на этот канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, пишите в комментариях все свои мысли. И хэштег компенсация. Я думаю, что максимально была бы правильно на сегодняшний день. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok